Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, коллеги, друзья. Хочу записать, или вернее уже записываю небольшое видео, посвященное ученым, практикам, теоретикам, так называемым. Буквально дня 4 назад ко мне зашли мои друзья, коллеги, все психологи, медицинские психологи, психофизиологи. Мы 4 человека, все люди мне давно знакомы, всех я люблю, уважаю. Мы, одним словом, хорошие друзья, не просто коллеги, но и друзья. Разговор длился более 3 часов, и в конце мы затронули тему, посвященную таким людям, как ученые, практики и теоретики. Уже буквально в самом конце, и минут, наверное, 20, может быть, 25 посвятили разговору на эту тему. Смысл вот в чем. Большое количество из моих друзей, я в том числе, в свое время защищались, писали дипломы, кандидатские диссертации и так далее, и тому подобные вещи. И с удивлением в этом разговоре мы сошлись во мнении, что очень четко надо дифференцировать людей, имеющих отношение к психологии. Есть большие ученые. Таких человек в настоящий момент, по моему мнению, меньше, чем пальцев на одной руке. Это буквально единицы. По-настоящему ученые. Есть практики, к которым мы себя, в общем-то, все причисляем, кто собрался на этот мини-фуршет, мини-совещание. Оно проходило прямо у меня в лаборатории. То есть мы сидели, разговаривали, пили чай. Было очень интересно, масса интересной информации. И сошлись во мнении, что есть еще такие лица, как теоретики. Если в процентном отношении посмотреть, это, пожалуй, получится так. Вот я здесь сказал, до 5 человек, будем так говорить. Здесь я немножко пропущу. 99% современных кандидатов наук, даже докторов наук, и даже не даже, а еще даже, 99% это некие теоретики от науки, работающие в институтах, где-то, значит, на кафедрах, возможно, в каких-то организациях в Москве, в Санкт-Петербурге, прежде всего, которые определяют политику партии, политику психологической науки, ее основы. В министерствах очень много таких. В министерствах транспорта, авиации, атомной энергетики. Есть такие люди, их очень много относительно, ну, допустим, там, в министерстве Росатомия, да, там целый отдел, люди, которые занимаются этими, там, человек, наверное, 5 или 6 занимаются этими вещами, я точно не скажу, не знаю. Есть люди практики, то есть это 99%, оп, 99% встречаются они, эти люди, практики, прежде всего, в медицинских учреждениях, медицинские психологи, психофизиологи, практики промышленной психофизиологии, лаборатории различного рода, часть ученых к ним относится, ну, имеется в виду не к теоретикам, а ученых такого среднего уровня, имеется в виду некоторые кандидаты, ну, не эти 5 человек, а вообще ученые, кандидаты наук некоторые и так далее. И вывод. Самое главное, ради чего я затеял это видео. Смысл в том, что есть такая поговорка, среди овец молодец, а среди молодцов сам овца. Вот люди мы уже не молодые, за 40, и пришли мы к такому выводу, что это все полная фигня. Дело в том, что как ни странно, практики, люди действительно работающие в области психологии, психофизиологии на местах, организующие, достающие компьютеры, пишущие инструкции, должностные инструкции, организации, лаборатории различного рода, центров и так далее, они, на наш взгляд, в принципе, мы к ним себя относим, к этим людям, но иногда такое пишут теоретики, такое спускают сверху, что ни в одни ворота не лезет. 99% управленцев, они пишут, от медицины управленцев, они пишут такую ерунду, такие инструкции, такие требования предъявляют, такое ощущение, что иногда забывают, с чего начали и чем им надо закончить. Не знаю, как еще по-другому сказать. А люди, которые ежедневно приходят на работу к 8 часам утра и начинают работать, действительно работать, создавать что-то новое, проводить обследование, в конце концов, консультации и так далее, они гораздо умней и продвинутей тех людей, которые ими руководят. Вот сначала у меня была такая фраза практики и теоретики, потом я добавил ученых, подумал о том, что есть действительно самобытные люди уровня Выгодского, Рубинштейн, Лурия, Зайгарник, их единицы в нашем мире, в современной России, в середине 2015 года, таких людей до 5 человек. Я их сначала не хотел включать в это видео, но получилось так. Речь-то вообще-то в видео о практиках и теоретиках. Вот это люди, это теоретики, это ужас, 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 что они из себя представляют. Это вот война между практикой и теорией, только не в хорошем, а в плохом смысле этого слова. Они теоретики, но их теория нисколько не оправдывает их в отношении к тем задачам, практическим задачам, которые стоят перед людьми, которые это реально осуществляют, которые это реально делают. Пишут инструкции, изучают нормативы со всеми обстоятельствами, интересующими местечковыми, имеется в виду. И такая ситуация, на мой взгляд, я вспоминаю других моих коллег, из Саратова, с Украины, с кем я общался на различного рода курсах, обучении и так далее. Это люди гораздо умнее, практичнее, а эти тут, понимаешь, защитились, кандидаты наук, теоретики, доктора наук. Начинаешь с ними разговаривать дуб-дубом, ничего не понимают. Начинаешь общаться, а потом говоришь, да где же ваш секрет-то, где вот ваши знания, написали они там кандидатскую, все как положено, подшили красиво все. Их большинство, может быть, вот моя несколько такая агрессивная настроенность по отношению к ним, прошу меня правильно понять. Все-таки под теоретиками, в этом смысле я понимаю людей, которые оторваны от практики и занимают какие-то определяющие, руководящие должности, где-либо то ни было, в учебных учреждениях, несомненно, 99% ничего не понимают. Начинаешь с ними разговаривать, они психологии не знают. Блин, доктор наук, я таких знаю, кандидаты наук, доктора наук, не понимают и не знают элементарных вещей. Когда-то в институте учили, потом сосредоточились на написании узкой какой-то темы, написали, защитились, честь им и хвала, заняли пост, а потом им говорят, давайте, значит, техзадание напишите-ка нам в Москве, а как должен работать медицинский психолог, сколько он должен, значит, тратить времени на обследование, какие процедуры должен проводить, какой теории пользоваться, еще что-то, еще что-то. Мало того, что они ничего написать не могут, нет этого, но если они напишут что-либо, то вообще свет туши. И таких случаев, по мнению меня, моих коллег, вот с кем мы общались несколько дней назад, 99 процентов. Только головами остается качать, ну и стараться не выражаться, вспоминая то, что спускают сверху. Из министерств, Москвы, Петербурга и так далее. Ну вот, пожалуй, все, о чем я хотел поговорить на сегодня. Если будут какие-то у вас идеи, теории, замечания, вопросы, милости прошу, лучше всего на наш форум. Там можно пообщаться. На этом все и удачи вам. Продолжение следует...